Привет, парни! Привет, девчата! Меня зовут Виталий. Сегодня я хотел несколько слов сказать на такую животрепещущую, актуальную тему для многих мужчин, и в том числе и женщин, которые занимаются какую-то активную жизненную позицию, занимают и какая-то предпринимательская деятельность у вас происходит. Так вот, я смотря на вашу деятельность, на ваше развитие, на ваши видеоролики, интервью, заметил такое свойство. Очень часто вы ссылаетесь на то, что у вас имеются какие-то личные качества, которые якобы мешают вам в развитии, в достижении ваших целей поставленных и высоких результатов. То есть вы говорите о том, что вы делали такой-то проект, заходили в такую-то нишу, в том-то участвовали, к этому партнеру присоединялись и так далее. И тем не менее, эти проекты были не совсем успешны, но вы вставали и делали следующее дело. И тем не менее, вы продолжаете наступать на те же самые грабли. А эти грабли называются собственная неуверенность, отсутствие веры в себя. О чем это говорит? О том, что вы сомневаетесь в своих силах, сомневаетесь в правильности принятия решений, потому что вы наблюдали за собой и видели, что в определенные моменты вы принимаете какие-то решения, основываясь на своих эмоциях, на своих чувствах, на своем настроении, на своем состоянии. Вы идете на поводу у какого-то состояния и принимаете какое-то решение, совершаете какое-то действие, которое потом приводит вас к отрицательному результату. И вы говорите, я более это не хочу повторять, это моя слабая сторона, вы говорите. Я иду в ту нишу, где моя слабая сторона не будет мне мешать, вы говорите. Вы говорите, я хочу быть более уверенным в себе, целеустремленным и так далее. Но в этом ракурсе вы идете в нишу, в которой вы не совсем себя полностью реализуете. И поэтому вы говорите о том, что вы не достигаете своей финансовой независимости, финансовой свободы, которую вы много слышите от других людей на разных форумах, на разных видеоконференциях, в семинарах и так далее. Вы об этом многом говорят люди, но вы не можете уловить, в чем здесь смысл. А смысл в следующем, ребята, парни, девчата, смысл в том, что ваша слабая сторона является вашей сильной стороной. Вы не понимаете, что в человеке две стороны находятся. И слабая, как вы ее называете, и сильная сторона. Так вот, внутренняя борьба, когда происходит между вашей силой и вашей слабостью, как вы говорите, эта внутренняя борьба вызывает у вас энергетический слив. Ваша эффективность понижается, ваши результаты понижаются, ваша энергия сливается, ваши результаты сливаются. Но я хочу вас мотивировать, вас вдохновить, вас обнадежить, дать вам веру, веру в себя. Каким образом сделать это? Каким образом сделать? Это очень простое действие. Надо инвестировать, инвестировать свои силы, инвестировать свое время, инвестировать свои деньги в свои слабые стороны. Для чего это сделать надо? Для того, чтобы из этих слабых сторон их материализовать, сделать из них инструмент. Понимаете? То есть, ваша сильная сторона вы ощущаете, вы понимаете свою сильную сторону, но в вашей сильной стороне нету чего, нету инструмента, вашего личного инструмента, уникального инструмента, с помощью которого вы достигать будете высоких результатов. Этим инструментом являются ваши слабые стороны, как вы говорите. Для того, чтобы слабые стороны превратить в инструмент, надо их материализовать. Материализовать. Превратить их во что? Для начала можно превратить их в песок, потом превратить в глину, потом в камень. То есть ремесленники меня сейчас очень хорошо поймут Как из камня сделать скульптуру Как из дерева сделать Какую-то полезную вещь То есть вы должны понимать Что ваши слабые стороны Необходимо материализовать Превратив их в материал внутри вас Над которым вы будете работать С помощью своих сильных сторон и так далее И для этого необходимо инвестировать Инвестировать свои желания увидеть Свои потребности увидеть Этих слабых сторон И в них инвестируют Сделать внутри себя материальный такой предмет Материальный То есть это камень будет Потом бронза у кого-то будет У кого-то серебро У кого-то будет золото и так далее То есть вы увидите свою сильную сторону Вместе рядом со слабой стороной И все это вместе даст вам уверенность В своей силы В свои возможности Вы будете веру в свои себя Вы придете Вы придете высокую самоуверенность Потому что вы будете четко знать Четко знать себе цену И вы будете четко знать И вы будете пробивным Как танком идти Поэтому друзья Я вас призываю еще раз Мотивирую вас Вкладываться Вкладываться В свои слабые стороны Развивать слабые стороны Есть такое понятие Очень распространенное Личностный рост Вы говорите Я пойду на семинар Я пойду на тренинг Где мне помогут преодолеть Мои слабые стороны И так далее Моя психология Надо мне изменить Очень много об этом говорится Но вы ходите И толку никого нет Потому что происходит Внутренняя борьба Между вашей слабой стороной И вашей сильной стороной Боретесь внутри себя И сливаете свою эффективность Сливаете свою энергию Уходите в какие-то другие ниши Опять-таки Вы не хотите быть слабым Не хотите быть неуверенным в себя И так далее Я говорю вам Или придите У меня спросите Как это делается Мотивируйтесь 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 результатом Который вы получаете Благодаря слабой стороне Получайте результат Вкладывайте в него деньги Вкладывайте в него время Материализуйте Свои слабые стороны Работайте над ними Преращайте в их инструмент Который вы возьмете Потом в свои руки И будете пробиваться Давайте друзья Я с вами Пока